Антон Чехов Беседа пьяного с трезвым чертом Читает Александр Татаринцев Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лохматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт. Но не пугайтесь, читательница, вы знаете, что такое черт. Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки. Прическа а-ля капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев когти, вместо ног лошадиные копыта. Лохматов, увидев черта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился. «С кем я имею честь говорить?» — обратился он к непрошенному гостю. Черт сконфузился и потупил глазки. «Вы не стесняйтесь», — продолжал Лохматов. «Подойдите ближе. Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренне по душе. Кто вы?» Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. «Я черт или дьявол», — отрекомендовался он. «Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии Г. Сатаны». «Слышал, слышал. Очень приятно. Садитесь. Не хотите ли водки? Очень рад. А чем вы занимаетесь?» Черт еще больше сконфузился. «Собственно говоря, занятий у меня определенных нет», — ответил он в смущении, кашляя и сморкаясь в ребус. «Прежде действительно у нас было занятие. Мы людей искушали, совращали их с пути добра, настезю, зла. Теперь же это занятие, между нами будет сказано, и плевка не стоит. Пути добра нет уже, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас. Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел. Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?» «Это так. Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь». «Да, прежняя должность наша теперь может быть только поминальной. Но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Ни рожна мы в этом не смыслем. Многие из нас сотрудничают в Ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди». «Извините за нескромный вопрос. Какое содержание вы получаете?» «Положение у нас прежнее, — ответил черт. Штат нисколько не изменился. По-прежнему квартира, освещение и отопление казенные. Жалования же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что черт — должность почетная. Вообще, откровенно говоря, плохо живется. Хоть по миру иди. Спасибо людям. Научили нас взятки брать, а то бы давно уже перекалели. Только и живем доходами. Поставляешь грешникам провизию, ну и хапнешь. Сатана постарел. Ездит все на цуки смотреть. Недочетности ему теперь». Лохматов налил черту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада. Излил свою душу, поплакал. И так понравился Лохматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok